Разминирование — опасное занятие. Мина. Но в этих лесах есть кое-что большее, чем взрывчатые вещества. Когда команду добровольцев, работающих в Камбодже, захватили партизаны Красных Хмеров, они оказались в руках самых фанатичных убийц в мире. Мы — нейтральная организация. Их изолировали, увезли вглубь вражеской территории. Куда вы забираете его? Каждый километр пути может стать их последним. Прекратите стрелять! Но у одного человека есть план, как им остаться в живых, а его единственное оружие — его разум. Чего это стоит остаться в живых в программе «Я не должен был выжить» — похищение на смертельных полях? Беречь тебя никакой выгоды, уничтожить тебя никакого ущерба — высказывание Красных Хмеров. Это правдивая история. Мозамбик, Африка. В мире до сих пор в земле находится свыше 100 миллионов мин. В Мозамбике, как и во многих раздираемых войной стран, смерть нередко всего лишь шаг в сторону. Крис Мун, бывший британский армейский офицер, сейчас транствует по свету в качестве добровольца, обезвреживающего мины. Мина! К управляемому взрыву готов. Проблемы с минами состоят в том, что после прекращения войны они еще десятки лет убивают и калечат людей. Работая на территории, предположительно безопасной, по какой-то странной причине я почувствовал что-то неладное. Я повернулся. И потом... Он подорвался на противопехотной мине. В ней содержится 226 грамм тротила. Этого достаточно, чтобы оторвать ногу. В ушах отдается боль. Сгорел, скоро умру. Я терял сознание и приходил в себя. Всевозможные странные ощущения, когда смотришь вниз на свое тело. Я смотрю и вижу кровь, и тогда я начинаю всерьез молиться, пожалуйста, Боже, помилуй, не дай мне умереть. Крис серьезно ранен. Его правая нога оторвана ниже колена, и он потеряет литр крови. Но Крис борец. Это не первый раз, когда на работе его жизнь оказывается под угрозой. Впервые это случилось еще раньше на смертельных полях в Камбодже. Два года тому назад. Камбоджа, Юго-Восточная Азия. Другая страна, другая военная зона. Они не намного хуже, чем Камбоджа. Во время Камбоджа была в состоянии брожения, она была на коленях после 20 лет гражданской войны. Крис находится здесь вместе с британской некоммерческой организацией в своей первой командировке по разминированию. Он в Камбодже полтора месяца, и с каждым днем все больше узнает об ужасной истории геноцида в этой стране, пытках и смерти. В столице Пнампене есть музей, полный ужасов недавнего прошлого. С 1975 по 1979 год Камбоджа управлял Пол Потт, жестокий коммунистический диктатор, который хотел реформировать страну через сельскохозяйственный труд. За время его режима, его печально известной армией Красной Кхмеры, была замучена и уничтожена почти четвертая часть населения. Свыше миллиона камбоджийцев умерли от непосильного труда на полях, ставшими известными как смертельные поля. Трудно назвать точное число людей, убитых только на смертельных полях, замученных и казненных. Мужчины, женщины, дети. Не имело значения. Это был один из самых жестоких режимов 20-го века. Крис и его команда направляются на отдаленное минное поле в 160 километрах от Нампеня. Вместе с Крисом находится его переводчик и помощник Хун. Крис хороший человек, он приехал помочь Камбоджу. Водитель Криса, САК, едет за ними на грузовике. Мы взяли с собой из деревни несколько женщин и детей в караван, маленький городок, где они продают свой каучук. Со мной в Ленд-Ровере было шесть моих парней. Первый день. Мы ехали по той самой дороге, по которой мы ездили постоянно, когда приехали на место разминирования. Я заметил в кустах какое-то движение и сразу же почувствовал неладное. Сначала я подумал, что меня подводят глаза. Казалось, что кусты слегка шевелятся. Потом вдруг из-за линии деревьев нас атаковали 30 хорошо замаскированных солдат. Это бойцы, красные кхмеры. Они по-прежнему активно действуют в этом районе страны. В голове стремительно проносятся «Господи, неужели они собираются застрелить нас здесь?» Это совершенно сбивает с толку. Я не знаю, что происходит. Солдаты окружают нас, целятся из оружия. Откровенная враждебность нападающих рассчитана на дезориентацию жертв. И, похоже, это удается. Вы мучаетесь от неопределенности. Вы подвергаетесь насилию. Агрессия, с которой они нападают на нас, парализует. Крис в шоке. Он видит все, как в замедленной съемке. Такие напряженные моменты на самом деле кажутся, что проходят 10, 20, 30 минут. Красные кхмеры, известные своей необузданной жестокостью, похоже, совершенно не контролируют себя и готовы убить их в любой момент. Становится по-настоящему страшно. Когда я посмотрел вокруг и нигде не увидел командира, очевидно, что главного здесь нет. В условиях стресса разум инстинктивно изолирует самый непосредственный источник угрозы. В данном случае это оружие. Мозг подавляет периферийное зрение. Оружие кажется сверхреальным. Крис узнает китайский вариант русского пистолета Токарев. Он знает, что в этой модели нет предохранителя. Он также знает, что если он быстро не возьмет ситуацию под контроль, они все погибнут. Конец первой части. Я не должен был выжить. Часть вторая. Серьезно раненый Крис Мун лежит на минном поле в Мозамбике. Он не в первый раз смотрит смертью в лицо. Двумя годами раньше в Камбодже его держали под дулом пистолета мятежники красной кхмеры. Я вижу, что маленькая группа солдат окружила женщин и детей на очищенном отмене участке. Они заставили их вылезть из грузовика. Остальных моих людей построили в ряд. Я тоже ставлю в этом ряду. Я не перестаю думать, что мне делать. Что мне делать? Я несу ответственность за всех этих людей. Я должен что-то предпринять. Военная подготовка Криса в действии. Правило номер один. Узнай своего противника. Я наблюдаю за солдатами красных кхмеров, стараюсь ничего не пропустить. Похоже, что они неплохо вооружены, оружие хорошо смазано, это меня пугает. Я понимаю, что эти парни берутся за дело всерьез. Значит, я правильно решил, что мне надо здесь вырабатывать стратегию. Невооруженный и с превосходящим числом противника. Единственная стратегия, которая осталась, это попытаться перехитрить своего врага. Первое, что я сказал себе, ладно, не имеет значения, что случится, я никогда не приму роль жертвы. Я убежден, что если вы ведете себя определенным образом, то вы тем самым предопределяете соответствующее отношение других людей к вам. Наконец ясно, кто командир. Это хорошая новость. Плохая новость, кажется, он считает, что поймал какого-то шпиона. Крис хорошая добыча, у него есть ценные имущества, транспортные средства. Крис старается быстро опередить противника. Когда я приветствую командира самым вежливым образом, я пытаюсь обменяться с ним рукопожатием. Это наглое движение. Один неверный шаг, и они убьют его. Он спрашивает, зачем вы приехали сюда. Помочь камбаджийскому народу мы разминируем территорию. Мы нейтральные организации, работаем... Я думал о каждом жести, каждом движении, следив за каждым морганием глаз. Он говорит, что если вы попробуете сказать еще несколько слов, он вас убьет. Потом они заставляют нас раздеться. Какое-то происходит. К каждому конце ряда встает солдат с автоматом. Я думаю, господи, они собираются уничтожить нас с перекрестным огнем. Что происходит? Боже, они что, собираются расстрелять нас здесь? Солдаты не сводят с нас глаз. Мы ждем, кажется, целую вечность. И все это время я думаю, господи, пожалуйста, не дай нашей жизни закончиться здесь. Потом они подошли и забрали мой ранец. По крайней мере, сейчас хмеры больше заинтересованы в том, чтобы лишить их вещей, а не жизни. Из моего рюкзака они украли все. Он забрал мои солнцезащитные очки, украл мои деньги. А потом я увидел, как они отбирают часы у человека в конце ряда. И я быстро убрал руку за спину. Под самым носом у своих захватчиков Крис идет на огромный риск и прячет свои часы. Он бывший солдат и знает, что если находишься в плену, то часы могут быть единственной надеждой на спасение. Это дает мне в некоторой мере возможность здраво мыслить, разумно рассуждать. Это символ надежды. Оказывается, что солдатам эти женщины и дети не нужны. Им нужен Крис и автомобили. Господин Хун, передайте, пожалуйста, командиру, что я с удовольствием встречусь с его командиром завтра, но представители моей организации не разрешат нам ехать сегодня. Он сказал, что вам придется поехать и встретиться с его командиром сегодня. Сейчас я военнопленный Красных Кхмеров. Куда? Поедем прямо. Поездка кажется вечностью. И потом начинается сильный муссон. Выражение лица Куна говорит мне, что он думает, что мы умрем. В его глазах нет надежды. Я наблюдаю за солдатами, Кхмерами. Я пытаюсь понять, что происходит у них в головах. Вы смотрите в их глаза, и там ничего нет. Нет сострадания, сочувствия, ничего. И вы очень быстро понимаете, что бесполезно просить их о доброте или милосердии, потому что они не поняли бы это. Господин Хун, да, спросите командира, хорошо ли он знает этот район. Он сказал, что живет здесь уже 30 лет. Все время мы стараемся оставаться вежливыми, пробуем общаться с ними на их уровне. У него есть жена и дети? Раньше он был женат, но сейчас оружие — это его жена, а пуля — это его сын. Четыре часа тяжелых испытаний, они выходят к реке. Она отмечает границу между территорией, которую контролирует правительство, и той, что в руках повстанцев, красных кхмеров. Вы должны переправиться через реку, потому что лагерь на той стороне. Солдаты нервничают, они боятся, что пока не будут переправляться, в любой момент их могут атаковать правительственные войска. Река довольно глубокая. Крис беспокоится, что не сможет пройти на машинах. Он пробует умышленно тянуть время. Попросите командира сначала отправить кого-нибудь из его людей и перейти реку. Крис доводит ситуацию до предела. Это слишком глубоко для Эллендровера, он не преодолеет реку. Командир начинает терять остатки самовладания. Это мой приказ. Вы должны перейти. Река очень глубокая для Эллендровера, он застрянет на середине. Он говорит, чтобы мы шли к машине. Пойдемте. Я чувствую себя хорошо. Первый раз в этот день я чувствую себя хорошо, потому что это я сейчас задаю тон. Я говорю, нет, сейчас командую я. Однако хорошее ощущение сохраняется у Криса ненадолго. Водитель грузовика СОК подслушал разговор солдат. Что он сказал? Они боятся, что правительственные войска направят отряд, чтобы спасти нас. Если нам не удастся переправить через реку обе машины через 20 минут, они расстреляют нас и сожгут машины. У Криса нет выбора, переправиться через реку или умереть. Река не такая глубокая, как он опасался, но это вовсе не воскресная прогулка за город. На середине быстрого потока воды, глубиной больше полуметра, у меня было несколько тревожных моментов, когда я увидел, что вода начинает просачиваться через двери. Утешение, что они преодолели реку мимолетные. Теперь они находятся на территории группировки Красных Хмеров, все глубже уходят в лес, все дальше от надежды на освобождение. Крис понимает, что шансов на спасение, если идти пешком, нет. Даже если им удастся устроить побег, лес заминирован красными хмерами. Мне кажется, что меня заставляет ехать в вечность. Я пытаюсь завязать отношения и поговорить с ними, но они не разговаривают с нами. Меня это беспокоит. А потом, словно ситуация не могла не стать еще хуже, погода резко меняется. Сезонный муссонный ветер начинает приносить на материк с океана прохладный влажный воздух, где он встречается с горячими воздушными потоками и конденсирует их. Результат? Шквалы проливного дождя превращают лесные дороги в реки грязи, а маленькие ручьи в быстрые потоки. Небеса разверзлись, а раскаты грома такие громкие. Это самый сильный муссон, какой я когда-либо видел. Условия вождения ухудшаются, и для Криса продолжать движение на машинах становится даже еще большей проблемой. Мы едем не по дороге, а по этой тропе, идущей под уклон. Земля очень мокрая, мы все время застреваем. Это кошмар. По иронии судьбы, Крис и его захватчик сейчас сходятся во мнениях. Он не любит меня, а я не люблю его, и он это знает. Если Крис не сможет держать машины на ходу, он станет для красных хмеров не больше, чем лишний багаж. Этим людям нравится путешествовать на легке. Меня беспокоит то, что если я застряну, я больше не буду им нужен. Я могу доказать свою необходимость, вытаскивая машины из грязи. Это важно. Господин Хун. Да, Шер, спросите, не могут ли его солдаты найти для Насквора, чтобы подложить под колеса, хорошо? Это как заколдованный круг. И если он будет продолжать ехать, они останутся живы, но когда они снова окажутся на дороге, они, скорее всего, приедут к месту своей казни. Лес огромный. Крис уже не знает, где они находятся, он может только догадываться, куда они едут. Сейчас я знаю, что мы в глубине их территории, это их джунгль. Каждый раз, когда они останавливаются, Крис боится, что это конец. У командира сейчас свой замысел. Что происходит? Вы должны следовать за ним, следуйте за командиром. Почему? Спросите его, куда мы едем. Крис боится. И затем из зарослей появляется еще одна группа солдат. Человек направляется к нам. У него суровое лицо, на голове странная коричневая мягкая фетровая шляпа. Это говорит мне, что он важный человек. Это тот командир, который решит, будут ли они жить или умрут. Крис продолжает попытки расположить к себе. И хотя новый командир ведет себя учтиво, от его слов бросает в дрожь. Потом он поворачивается к Хуну и говорит, не волнуйтесь, у меня нет полномочий, чтобы сегодня расстрелять вас. Пойдем мы и поговорим с моим командиром. Они останавливаются у речки. Он кажется вполне искренен, но у меня нет никакого сомнения, что если ему скажут расстрелять нас, он это сделает. Это его работа. Их первый день, как пленников красных кхмеров, почти заканчивается. Пока не стало темно, они останавливаются у речки. Спросите у командира, какой у него план, почему мы остановились. Мы переночуем здесь. Скажите командиру, что это невозможно. По правилам моей организации это не разрешается. Вы должны остаться здесь. Разговаривать с ними нет смысла. Мы пытались объяснить им, кто мы есть, чем мы занимаемся, они только пожимают плечами. Меня расстраивает то, что они не понимают, что я здесь делаю. Они не могут этого понять. Им невозможно объяснить, что я не враг. Это просто... Что вы думаете о командире? Я считаю, что мы не можем доверять им. Они очень жестокие. По выражению глаз Хуны, я вижу, что он уверен, что это будет его последняя в жизни ночь. Конец второй части. Я не должен был выжить. Часть третья. Второй день. К их удивлению, Крис, его переводчик и водитель пережили ночь в плену красных кмеров. Но с наступлением дня начинается психологическая атака. Крис просит у своих захватчиков разрешения помыться. На берегу реки он неожиданно видит шанс на спасение. Я смотрю в мутную воду, вижу, что дно речки каменистое. В отличие от лесных дорог, каменистое дно речки нельзя заминировать. Это может быть путем к спасению. Крис понимает, что он сможет сбежать. Я знаю, что если я побегу, они меня не поймают. Бег — мое хобби. На длинной дистанции я буду быстрее их. Они не ожидают этого. У меня сейчас трудное положение. Думаю, если я сбегу, тогда жизнь для моих товарищей закончится. В голове Криса в конфликтующих участках мозга идет борьба. Животный инстинкт приказывает ему бежать, в то время как разум говорит ему быть настоящим парнем и подумать о его водителе и переводчике. В таких ситуациях вы можете узнать себя с такой стороны, с которой вы, может, и не были знакомы. Но у Криса побеждает совесть. В глубине души я думаю, что Крис Мум — храбрый человек. Они продолжают ехать, пока, наконец, не добираются до деревни. Жуткая тишина. Похоже, что это основной лагерь регионального командира красных кхмеров. Район пользуется дурной славой из-за количества зверских убийств. Женщины и дети видели здесь много других пледников, и они знают, что эта группа вряд ли уедет отсюда. На меня никто не смотрит. Женщины не смотрят мне в глаза, не отводят взгляд. Никто не встречается глазами, не смеются. Дети не смеются. Дети не смеются. В глубине души я начинаю думать, что надежды, может, нет, и я перестаю думать об этом. Мне надо отогнать эти чудовищные мысли, перестать думать о том, каким может быть сценарий в самом худшем случае. Крису не надо что-то воображать. Довольно скоро начинаются реальные события. Он сказал, что они поведут вас в дом. Куда вы ведете его? Это хорошо известная тактика Красных Кхмеров. Сначала они вас разделяют, потом они вас убивают. Они изолировали меня от Хуна. Начинаю раздумывать, что будет дальше. Он не знает их языка, а теперь, когда предстанет перед командиром, он не может даже попытаться убедить, что они представляют опасности. Первый раз Крис по-настоящему чувствует себя беззащитным. И если начать думать о страхе, значит, дать волю чувству. Поэтому все это время контролируешь ход своих мыслей. Содержать пленников изоляции — это способ сломить их сопротивление. Именно такое отношение ожидал Крис, когда спрятал свои часы. Что происходит, когда вас заставляют ждать? Вы совершенно теряете ощущение времени. Минуты кажутся часами. И когда вы очень-очень осторожно смотрите на часы, вы обнаруживаете, что прошло только две минуты. Я контролировал свой страх и беспокойство, сосредоточившись исключительно на том, что мне надо делать, когда я встречусь с этим командиром, чтобы найти с ним общий язык. Наконец, Крис оказывается с глазу на глаз региональным командиром, человеком, который, возможно, готов приказать казнить его и других. Говорите на тайском? Нет. Я вспоминаю все ужасные истории, которые мне рассказывали о том, что красные и кхмеры делали с людьми. В какой-то степени я, может быть, терзаюсь этим. Им это и нужно. Я не понимаю, что вы говорите. Я не понимаю, что вы говорите. Минэ. 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 Да, да. Бум. Я все время пытаюсь объяснить ему, кто я. Зачем я здесь? Мы нейтральная организация, у нас есть разрешение работать. Его глаза оживляются. У них есть какая-то доля человечности, и я нахожу это очень обнадеживающе. Ваше имя? Клевер. Клевер? Затем солдаты приводят куна. Говорит, что у вас доброе сердце. Не волнуйтесь, он попробует помочь вам. Если это уловка, чтобы Крис почувствовал себя лучше, это хорошо. Но он насторожает. Сегодня вечером вы будете обедать с ним. Приглашение на ужин лишает Криса спокойствия еще больше. Это могло быть смертным приговором. Это очень странный обед. Я жил при режиме Пулпота. Когда офицер Красных Кхмеров дает нам хорошую еду, это значит, что мы будем убиты. Это странное ощущение, хотя все кругом были очень вежливы. Мы не знали, чего ожидать. Про себя я думал, что нас убьют. Нас убьют. После обеда им велят спать. Никакой надежды. Каждый раз, когда Крис закрывает глаза, он мысленно представляет зверство Красных Кхмеров. Он понимает, что в любой момент их могут вытащить, подвергнуть пыткам и расстрелять. Маловероятно, что они будут держать нас долго. На них это не похоже. Нас или казнят, или отпустят. День третий. В глубине камбоджийских лесов Крис Муна и его спутники пережили вторую ночь в плену Красных Кхмеров. Пока то, что делает Крис для спасения, помогает им остаться в живых. И в попытке продолжить дружественные отношения со своими захватчиками, Крис решает воспользоваться лестью. Мистер Хун, скажите, пожалуйста, мистеру Клеверу, что я уважаю Красных Кхмеров. Они принесли мир в Камбоджу. Разгромили вьетнамцев. Мы с нетерпением ждем, когда уедем, и расскажем всем, какие хорошие красные кхмеры. Явительно кажется, что это действует. Возможно, пока только возможно, Клевер собирается отпустить их. Что вы думаете о мистере Клевере? Я думаю, что мистер Клевер хороший человек, но другие красные кхмеры убьют нас. Где-то вдалеке мне кажется, что я что-то слышу. Затем вижу крошечную точку вертолета. Трехдневное отсутствие Криса и его команды заставило начать поиски. И в отдалении Крис слышит вертолет Организации Объединенных Наций, просматривающий лес в поисках Криса и его команды. Крис знает, что поисковые вертолеты ООН не вооружены. И не представляет прямой угрозы его захватчикам. Но красные кхмеры считают, что это вертолет-наблюдатель. Они думают, что за этим может последовать нападение с воздуха по всему фронту. Нет, 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 угрозы нет, нет угрозы. Пожалуйста, скажите командиру, что угрозы нет. Возможно, это ищут нас. Угрозы нет, нет угрозы. Не стреляйте! Прекратите стрелять! Если вы не скажете им правду, он вас убьет. Это правда! Сейчас Клевер видит в своих пленниках опасную помеху. Ему необходимо быстро избавиться от них. К удивлению Криса, им говорят, что они свободны и приказуют покинуть территорию Красных Кмеров. Но здесь есть ловушка. У них в запасе только одни сутки. Мы отправляемся в путь. Мы свободны. Мы едем назад. И потом к моему ужасу. Это их старый враг, командир, который изначально захватил их в плен. Он не приходит в восторг, когда видит их живыми. Ему ничего не известно о том, что у них есть пропуск на сутки. Скажите командиру, что его командир разрешил нам свободный проезд по этой территории. Отдайте ему ключи от машины. Если я отдам ему ключи от машины, как мы будем добираться до дома? Он сказал, возьмите грузовик. В обмен на ключе от ленд-ровера командир соглашается разрешить им выбраться из леса на грузовике Красных Кмеров. Скоро начинает темнеть. Крис и его спутники боятся оставаться еще на одну ночь на территории Красных Кмеров, особенно с солдатами, которые, похоже, без почтения относятся к их пропуску на свободу. Мы сделали все. Мы столько преодолели, прошли через такие трудные ситуации. Что происходит? И потом застревает грузовик. Он газует, газует, двигатель ревет, но машина не двигается с места. Я смотрю на грузовик и понимаю, что так его вытащить невозможно. Ситуация безнадежная. Они использовали все шансы, которые им давали Красные Кмеры. Этот грузовик был их последней надеждой, чтобы успеть выбраться вовремя. Что это за место? Это место духов. Многие люди умерли здесь. Эти слова Хуны наводят Криса на мысль. Он решает напугать молодых солдат, чтобы они захотели уйти отсюда. Приведите их сюда. Солдаты Красных Кмеров не образованы, они верят в существование духов. Крис Мунт сказал им, что здесь везде очень много духов. И если мы останемся здесь, духи могут убить нас. Скажите им, что нам надо очень быстро уехать из этого места. Скажите им, что это деревня духов. Здесь много духов, я их видел. Они рассердятся, если мы останемся. Напуганные молодые солдаты соглашаются вывезти их до границ территории. Они уже третью ночь в плену Красных Кмеров. Крис полон решимости, что эта ночь будет последней. Мы боремся за свою жизнь. К рассвету нам надо выбраться отсюда. Они упорно идут вперед, сквозь лес, реки и даже минные поля. Я заставил каждого из них положить руки на плечи. В темноте, в этом месте, где не существует правил, где я так рассержен на них за то, что они сделали, я должен признать факт, что я так ненавидел в Красных Кмерах. Возможно, есть во мне самым тоже. Одна очень нехорошая мысль. Может, мне следует убить этого солдата-мальчишку. Я даже положил руку на его шею. Я мог бы свернуть ему шею, как голубя. А дальше у меня есть оружие убить другого, когда мы скроемся в ночи. В конечном счете, побеждает рассылок. Мы шли почти всю ночь, с 7 вечера до 5 утра. На краю леса солдаты-мальчишки возвращаются в свою деревню. Они покидают Крис и его команду, чтобы те прошли последний отрезок их пути к свободе одни. Я очень устал. Я даже не мог идти, но только не Крис. Он очень сильный. Конец третьей части. Я не должен был выжить. Часть четвертая. Крис Муна и его спутники должны до рассвета выбраться с территории партизан. После 10 часов пути через опасный лес, без еды и с небольшим запасом воды, они вышли к деревне, откуда начинали свой путь. Четвертый день. Жители, следившие за ними из засады, не могли поверить, что они все еще живы. Я думаю, что это самый волнующий момент в моей жизни. Это место, где дети смеются и играют. Они радуются, что не случилось плохое. В этот момент у меня в горле был огромный комок, и должен признаться, что я не удержался от слез, которые смахнули в быстром движении, благоразумном британском духе. Шансы остаться в живых в длину Красных Кмеров были почти нулевыми, но Крис и его спутники совершают невозможное. Спустя два года, Мозамбик, Африка. Крис выжил после плена в Камбодже. Затем он два года занимался разминированием в самых опасных горячих точках планеты. Затем удача отвернулась от него. И ему оторвало ногу необнаруженной мины. Вызовите помощь США. Попробуйте найти вертолет, чтобы срочно эвакуировать. Когда из раны Криса хлещет кровь, нервная система быстро реагирует выбросом адреналина, что приводит к сужению кровеносных сосудов в его ноге, пытаясь уменьшить потерю крови. Но через час длительная потеря крови приводит к опасному понижению кровяного давления. Поэтому Крис то теряет сознание, то приходит в себя. Я помню, как я думал, что я буду иметь счастье жить. Люди много говорят о механизме выживания, о том, что механизм выживания отказывает. Это не так. Когда боль усиливается и становится такой невыносимой, что вы действительно хотите умереть, и вы бы предпочли сдаться и притвориться, что этого не происходит, просто перевернитесь и постепенно затихните. Умереть при данных обстоятельствах, конечно, заманчивый выбор. Умереть легче. Я представил себе все причины, почему я должен жить. Чтобы снова увидеть свою семью, друзей, увидеть, как растет моя племянница. Как только я принял решение жить, я знал, что я выжил. Когда Крис попадает в госпиталь, число эритроцитов в крови у него было таким низким, что по всем правилам он должен был умереть. Он лишился правой ноги, ниже колена. Нижнюю часть его правой руки придется ампутировать, но он дает себе обещание выздороветь. Через год он снова занимается марафонским бегом. Вскоре к своему списку он добавит участие в марафоне для инвалидов. Это состязание в беге с 7 изнурительных марафонских дистанций в течение 7 дней в пустыне в Северной Африке. Вот что происходит чаще всего. Мы останавливаемся в момент, когда нам тревожно, когда все слишком сильно болит. Но на самом деле у нас есть способность преодолеть этот момент. и если мы верим, что сможем преодолеть это, и если вы упадете, старайтесь подняться снова и снова. Верьте в себя. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова